Все туроператоры России отказались от путевок в Турцию. Сейчас они отменяют чартерные рейсы и прекращают продажу путевок. Об этом сегодня сообщил и вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Также он добавил, что пока о досрочном вывозе туристов с территории Турции речь не идет. Напомню, связаны эти меры с безопасностью туристов. 24 ноября российский бомбардировщик Су-24 был сбит в воздушном пространстве Сирии. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове стартовала акция «Безопасная крыша». А сейчас у кировчан появилась возможность через интернет сообщить городским властям о тех домах, где не чистят крыши от снега. Отправить свои жалобы можно на сайт администрации города. К сообщению, уточнили в мэрии, необходимо обязательно приложить еще и фотографии. Все заявки участников акции отправят в территориальное управление по месту жительства. Педагоги сельских школ получили награды от Союза садоводов России. Они приняли активное участие сразу в нескольких акциях «Сады Победы» и «Юный садовод». По инициативе школьников было решено высадить яблоневый сад в память о погибших в Великой Отечественной войне под окнами школы. Эта акция прошла на всей территории страны. А вот движение «Юный садовод» только начинает свою работу. Задача акции — поддержать сельские школы, в которых сохранились традиции трудового воспитания в планах педагогов и дальше продолжить такую работу. Только до пяти вечера общественная палата не одобрила инициативу депутата ЗАГС Собрания об увеличении времени продажи алкоголя по воскресеньям. Владимир Бакин предлагал продлить продажу спиртных напитков в магазинах до 22 часов. Но по итогам рассмотрения законопроекта комиссия общественной палаты высказалась против.